Всем привет! Сегодня сделаем расклад на тему, какие обстоятельства откроют вам глаза. На что вы скоро взглянете новым взглядом, что станет для вас явью, что станет для вас очевидным, что выйдет на поверхность. Итак, посмотрим для начала энергии, в которых вы сегодня живете, в которых находитесь, кто вас окружает, какие обстоятельства вокруг вас, какие энергии. Что же вокруг вас? Сила. Это карта, конечно, человека, который на самом деле не живет, а преодолевает очень часто. Ваша жизнь сегодня – это череда сплошных преодолений. Это, покажу карту, отсвечивает, ну, череда терпимости, да, каких-то моментов, с которыми вы вынуждены смиряться, где-то соглашаетесь, хотя ваше нутро протестует. Ну, вот жизнь складывается так, что пока вы ничего изменить в этой истории не можете. Вы понимаете, что люди ведут себя слишком разнозданно, люди бессремонны в каких-то моментах, вам хочется ответить ударом на удар, но вы понимаете, что от этого будет только хуже, да, от этого только усугубится та проблема, которая сегодня есть в вашей жизни. Поэтому вы приняли такое решение для себя, пока вот не усугублять это всё, терпеть, где-то промолчать, где-то согласиться даже тогда, когда вы против этого всего. Ну, вот как-то сейчас, да, вы преодолеваете, преодолеваете те моменты, которые подбрасывает вам жизнь. Ну, туз мечей, карта человека-борца, человек, который поставил цель какую-то в жизни, и вы ради этой цели, в общем-то, сегодня претерпеваете вот эти моменты, не слишком лицеприятные. Да, здесь какое-то племя молодое, а может и не очень молодое, восстало против вас, палками машут, да, либо жезлами. То есть люди, которые, ну, скажем, не очень любят решать или не умеют решать проблемы через разговор, через компромиссы. Здесь просто восстали против вас, здесь просто осуждение, здесь просто какие-то разговоры, здесь недовольство вами, в вашей ситуации, в вашем положении, каким-то сегодняшним, вашими действиями, вашими словами, вами как личностью, да. Какие-то прям здесь волнения, недовольства вокруг вас творятся. Много людей, которые не согласны с вашей позицией сегодня. А ваша позиция вообще какая в жизни, мне интересно. Суд, а у вас очень многое меняется. Очень многое меняется. И вы знаете, суд – карта такой полной перезагрузки и одновременно чистки пространства. Когда отмирает что-то, что-то уходит и новое что-то входит. То есть уходят старые энергии, старый негатив и потихонечку меняется ваша жизнь, потому что входит новая энергия. У вас открывается новый потенциал. Это карта внутреннего возрождения. Вы как будто из пепла сегодня возрождаетесь. Я бы так сказала, что у вас появился шанс улучшить свою жизнь. Появился шанс подняться в этой жизни на какую-то более высокую ступень. Эта карта, она не говорит сама по себе об успехе, но она говорит о высоком потенциале, который у вас есть сегодня. Который открылся перед вами. Пол жизни где-то вы прожили в ситуации, когда вы вынуждены были жертвовать собой, когда вы были как все, когда вы были с толпой на равных, на одном уровне. Но потом жизнь как-то так повернула, что в вашей жизни произошла серьёзная перезагрузка, изменились обстоятельства. А здесь мог кто-то уйти из жизни. То есть смерть чья-то могла изменить вашу судьбу кардинально. А все обстоятельства поменялись просто одномоментно. Но это как пример. Перезагрузка могла быть, конечно, и любого другого формата. Просто обстоятельства сами по себе поменялись. Вы могли работу поменять. Вы могли начать зарабатывать больше. Здесь идёт подъём какой-то. Шанс, я говорила, потенциал на подъём в жизни, на преобразование своего пространства, на улучшение жизненных условий. И отсюда идёт несогласие с вами. Вы вырвались из толпы. Вы оторвались от стада. Что стада, извините, говорю как есть, ну, машущие жезлами, да, не умеющие просто поговорить. Несогласны с этим. Глубоко несогласны. У людей масса претензий к вам. Масса претензий. Ну, видите, у вас действительно потенциал какой-то хороший. Пентакли про ресурсность. И прежде всего, конечно, это финансовый ресурс. У вас открылся какой-то финансовый ресурс. Я говорю, вы работу могли изменить. Вы могли вырасти по должности. И тогда коллеги тут противятся что-то вашему росту, да. Считают это несправедливостью. Что у вас могло быть? Наследство могли элементарно получить. Тоже начинаются вот такие ситуации, когда кто-то с чем-то не согласен. Какие-то войны идут. Кто-то что-то свое хочет отстоять. Свои права качают здесь. Может быть, вы бизнес открыли свой, да. И теперь вы понимаете, что это общество, в котором вы долгое время были, для вас чужое. Вам чужды их интересы. Вы палками больше не хотите, как они, махать. Вы хотите жить, развиваться, строить карьеру, строить себе определенное пространство, да, так, как вам хочется. Вы хотите жить в определенном формате. Вы хотите отношений в определенном формате. Вы, в принципе, хотите изменить свою жизнь. И вы сами меняетесь, да. Вы человек, который всегда ждал изменений, возможностей для того, чтобы совершить эти перемены. И вот шанс был вам дан не так давно. И вы смогли изменить свою жизнь, чем вызвали глубокое недовольство у какой-то толпы. Ну хорошо, давайте будем смотреть, что же вам откроет глаза. Что же вам откроет глаза. Ну, хотя здесь уже карты показали, да. Какой-то очень ресурсный аспект в вашей жизни, который появился, который стал для вас движущей силой, который стал для вас стимулом к росту. И в будущем имеет очень широкий потенциал для вашего роста и развития. Вот именно этот момент и стал той самой точкой отсчета для начала новой жизни. И для недовольства вашим окружением привычным. Ваша сила. Вы набираете сегодня силу. Карта маг. Карта человека, который потихонечку набирает силу, который использует те возможности, которые дает жизнь, который пользуется всеми мыслимыми и немыслимыми шансами. Это карта победителя. Это карта человека, который научился в жизни побеждать. У вас слишком много жизней в прошлом било. И вы себе когда-то поставили цель, что я стану выше этих обстоятельств. Я выйду вперед. Я преодолею череду неприятностей и вывелю свою жизнь на новый уровень. Вот вы этим сегодня и занимаетесь. Но вам надо понимать, да, что вот за спиной у вас очень много недовольства и негатива. Обращать на это внимание особо не стоит. Зацикливаться не стоит. Вы на верной дороге. Все замечательно. Но вы недооцениваете врагов иногда. Ваши глаза закрыты. Вы можете в какой-то момент недооценить действия этих людей. Поэтому здесь предупреждающая карта. Хотите, ограничьте общение, конечно, с этими машущими жезлами, товарищами. Но вы должны понимать, что они не усмирятся. Они не успокоятся. Что еще? Какие обстоятельства откроются? Здесь откроются какие-то тайны. Потому что, знаете, то, что вы узнаете, это заставит вас просто уйти. Вот вы узнаете это и в какой-то момент просто захочется повернуться, уйти. Ну, может быть, вы реально встанете и уйдете. Вы такой человек самолюбивый. Вы не терпите грязи, когда ее размазывают вокруг вас. А может быть, вы и как-то это переживете. Но понятно, что в этом обществе вы не останетесь однозначно. То есть здесь всплывет что-то. Всплывет все-таки что-то. Поэтому не зря эта карта выходила. Двойка мечей. Карта, которая предупреждала вас о бдительности. Не все чисто. Здесь сработает какая-то провокация. Провокация, которая... Ну, откроет много нового здесь. Паш Жезлов. Много нового. Здесь такие энергии. Пойдут циркулировать. О которых вы не думали. Энергии, события. Здесь какие-то новости будут. Паши очень часто новости, информация очень неожиданная для вас. Как неожиданный поворот какой-то. Четверка Пентакли. И что здесь? Ну, вы знаете, сказать, что вот вы пострадаете как-то от негатива, который к вам летит. Причем постоянно. Как-то 24 часа в сутки к вам негатив летит. Ну, тут как будто 24 часа в сутки о вас только и говорят. Или о ваших ситуациях, о вашем росте личностном, о ваших перспективах в жизни. Такое впечатление складывается. Ну, у вас стабильность идет. Крепкая почва под ногами. Заслуженная позиция сильного человека. Здесь будет заслуженная позиция сильного человека. Но грядут времена непростые. Еще раз повторюсь, карты выходят такие. Видите, разнообразные. Здесь вроде как все хорошо. Да, вы удерживаете положение. Вы все-таки над ситуацией. Вы рулите этими обстоятельствами. Бразды правления у вас тут не перехватят однозначно. Но вам надо будет залечь на дно. Ведут обстоятельства, когда ваши враги, которых вы, возможно, сейчас недооцениваете и считаете их болтовню пустой, могут сделать что-то такое, что вас шокирует, что может серьезно затормозить ваше движение сегодня, ваши планы. Ваше намерение заставит изменить или как-то подкорректировать. Залечь на дно – переждать бурю, не делать поспешных шагов. Вот вам совет, подсказка. Не дооценивайте врагов. Там люди, которые очень на вас злы. Там масса претензий по отношению к вам. Там могут в суд подать, там могут подключить какие-то инстанции, там могут все, что угодно сделать для того, чтобы сегодня сбить вас с вот этого уверенного, крепкого положения. Будьте аккуратны. Выходите по лезвию ножа. Да, вы на пике успеха, но выходите по лезвию ножа. Ну, что конкретно откроют вам глаза? Давайте посмотрим. Вот окончательно на этих личностях что? То, что ситуация какая-то произойдет. Да, но сказать, что она особо вас удивит, я не могу. Все-таки вы понимаете, что это за люди, да? Поэтому удивить вас сложно. Но вас удивит все-таки новость. Вот опять идет. Там Паш, тут рыцари. Рыцари, вернее, кубков. Какие-то новости, какая-то информация. Вас удивит какая-то информация. Вот опять. Новость за новостью, Паш. Вот выходит наружу какая-то манипуляция. Карта дурак. Манипуляция. Чья-то актерская игра. Ну, смотрите, вы когда-то доверились? Или поверили кому-то? Или поверили новостям? Или поверили информации? То есть, смотрите, вы можете избежать неприятностей, если будете проверять ту информацию, которая к вам поступает. Тут ложь, тут манипуляции, тут лжеинформация какая-то. Да, вас могут дезинформировать. А вы доверять можете. А вы можете принять это за чистую монету. Будьте аккуратны. Но опять же, да, вот даже если так случится, что вас обманут, эта ситуация всё равно станет для вас отправной точкой для торжества правды. Для того, чтобы наружу всё выплыло так или иначе. Оно всё к этому идёт. Просто каждый приходит к этому разными путями. Кто-то избежит этого, но всё равно информация эта всплывёт. А кто-то не сбежит. Да, он в это погрузится, вы это переживёте. Но всё равно, правда, она вылезет наружу так или иначе. Сегодня вам серьёзно осложняют путь. Сегодня давят на вас какие-то обстоятельства. Какие-то обстоятельства. Тяжело. Но только вы одна, либо вы один знаете, как вам тяжело. Десятка жезлов, десятка мечей. Просто несказанно тяжело. Очень тяжело. Может понять только человек, который понимает Таро. Я вас очень хорошо понимаю. Здесь такая ноша, здесь такой груз. Но по вам не скажешь. Вы в глазах других людей, как вот этот рыцарь Пентакли, который с прямой спиной сидит на коне и держит Пентакль уверенно. Он держит в руках свой успех. Он его бережёт. Он идёт по той дороге, которую выбрал. Твёрдо по заданному пути. Хорошая позиция. Хороший настрой. Замечательный. Замечательный настрой. Вы на троне. Это ваш трон. Вы не обязаны его никому уступать. Пусть ещё заработает этот трон. Вы его заработали. А претендентов много. Работать не хотим. Работать не хотим. А масштабы желаемого необъятные уже. Ну давайте смотреть, что же ещё откроется. Что выйдет на поверхность. Что ещё откроется. Что-то касательно какой-то вашей потери по башне. Потеря либо какой-то ситуации, которая разрушила ваши планы. Которая стала серьёзной преградой на вашем пути. Здесь был какой-то конец. Серьёзный такой аспект вашей жизни. Тяжёлый однозначно. Две карты выходят. Кармические, сложные. Смерть и башня. Потеря серьёзная такая. Серьёзная потеря. Но тут удар по вашему авторитету. Я бы так сказала. Удар по вашему авторитету. Чего бы ни касалась эта история. Здесь цель была ударить по вашему авторитету. По вашей репутации. По вашей самооценке наконец. Чтобы она упала ниже плинтуса. И вы перестали себя нести в этот мир королевой или королём. Вы такой человек. У вас есть вот эта. Такая какая-то врождённая интеллигентность. Вы одновременно. Вроде бы человек простой. Вы живёте очень просто. Ваш мир достаточно прост. Почти как мир всех людей. Большинства людей. Но вы обладаете этим качеством. Какой-то сдержанной интеллигентности. Дипломатии. Вы всегда готовы себя проецировать как человека достойного большего. как человека достойного большего. Наверное, жизнь вас не радовала. И вы часто были вынуждены довольствоваться тем, что есть. Хотя понимали, что ваш уровень должен быть повыше. повыше. И тут, я бы так сказала, буквально в шаге от успеха вы были, от какого-то трона, но случилось падение. Что-то не сбылось. Не совершилось то, на что вы рассчитывали. И вы как хотели заслуженное что-то получить. заслуженное. Какую-то справедливость хотели восстановить, но не получилось. Не получилось. А здесь какой-то вмешался финансовый вопрос. Какая-то меркантильность. Меркантильная, не очень чистая история. Деньги. Все решили за вас. Деньги. Высшее руководство. Люди, которые обладают большими возможностями, чем вы. как-то повернули эту ситуацию по-другому, и вы остались без этого трона. Что здесь будет? Что выходит на поверхность здесь? Что выходит на поверхность здесь? А здесь долгий путь показывают по отшельнику, но вы знаете, каким-то немыслимым образом вы найдете себя в этой жизни. Найдете себя в этой жизни. Казалось бы, вы потеряли все. У вас незаслуженно выбросили из какого-то пространства, лишив заслуженного трона. Но вы находите для себя как бы больший потенциал, большие перспективы где-то вдали от всего этого. Ваша жизнь полной чашей станет именно здесь. Не там, где вы рассчитывали получить трон, а именно там, куда вас выбросили. Вот как ни странно, да? Бывает так, что складываются обстоятельства именно так, как бы указывая, что ваше счастье в другой стороне. Здесь Вселенная вам четко покажет, какой путь для вас является счастливым, успешным. На самом деле довольно-таки интересно. Ну вот такой расклад. Давайте карту еще одну. Да, здесь идет путешествие к новым берегам и выход из стесняющих обстоятельств, каких-то ограничений, каких-то проблем, выход из сложности, из того положения, которым вы недовольны, получения статуса положения заслуженного уровня жизни, именно там, куда вы отправляетесь, на какой-то другой дороге, в другой стороне. Что-то меняется кардинально, меняется пространство и меняется ваша судьба. Что выходит на поверхность здесь? Что выходит на поверхность? Выходят козни этих врагов всех, но вам это не важно, как бы будет, потому что вы будете поглощены тем успехом, которого вы достигнете на новой дороге. Вот такой расклад. Надеюсь, что информация была вам полезной. На этом все. Всех благодарю и надеюсь, мы с вами встретимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok